Таджикские власти передали Китаю золоторудное месторождение Верхний Кумарк в Сахдийской области в счет погашения долга. Добычей золота займется китайская компания Твеа. Ранее данная компания получала другие разрешительные документы на разработку золоторудного месторождения Восточный Дуаба и угольного месторождения. Об этом сообщает EI Daily 16 апреля. Напомним, Твеа далеко не единственная китайская компания, которые занимаются добычей золота в Таджикистане. Более того, практически все добывающие золото компании являются иностранными. Например, месторождение Торор, Джилао, Чоре и Заравшон разрабатывает компания Зейжин Майнин, а месторождение Пакрут Чайна Нонфер Роуз Голд Лимитед. Самое крупное золоторудное месторождение в Таджикистане является СП Заравшон. На долю которого приходится 70% от всего добываемого золота в Таджикистане. Данное месторождение принадлежит китайской компании Зейжин Майнингрупп Ко ЛТД. 75% акций которой принадлежит китайской стороне. Коррумпированный секуляристский режим Рахмона регулярно передает Китаю народную собственность, причем не только месторождение полезных ископаемых, но и огромные территории. Так, например, в 2013 году Китаю было передано 1158 квадратных километров территории Таджикистана. Напомним, согласно исламу, все полезные ископаемые должны распределяться поровну между гражданами государства. И данная норма исходит из хадиса, в котором говорится. Мусульмане – соучастники в трех вещах. В воде, пастбищах и огне. Субтитры создавал DimaTorzok